Нервная система – это самое ценное, что у нас в животных есть. Это то, что отличает нас от грибов, от растений, от тех бессмысленных существ, которые не могут, по большому счету, не чувствовать ничего, не двигаться по-человечески. То есть вам, конечно, ботаники скажут, что нет, на самом деле растения очень хорошо даже чувствуют и двигаются. Но, как вы понимаете, любому человеку понимают, что это ерунда, движение и нечувство. По-настоящему чувствовать и активно двигаться умеют много клеточных существ, только животные. Делаем мы это благодаря нашему мозгу, который вот у нас, у людей, находится в голове и в позвоночнике. У других животных он может находиться в разных местах, но главное, что в нем он состоит из нейронов. У нас есть органы чувств, от которых сигналы по отросткам нейронов проходят к нам в мозг. А в мозге они как-то обрабатываются, а дальше мозг посылает свои сигналы по другим отросткам, других нейронов к нам в мышце, и благодаря этому мы можем двигаться. Удивительный и прекрасный факт заключается в том, что сигналы эти более или менее одинаковые. То есть вот если вы просто будете регистрировать сигнал в каком-нибудь отростке нейронов, то вы не поймете, сигнал, скорее всего, вы не поймете, сигнал означает, что в глаз поступил какая-нибудь луч света, определенного цвета, или это сигнал о том, что необходимо выпрямить колено. Это будут совершенно одинаковые или очень похожие сигналы. Для того, чтобы понять, что есть что, вам нужно будет знать, в каких нейронах, собственно, это происходит. По каким нейронам эти сигналы идут. Это значит, что если мы сегодня с вами поймем, в принципе, как эти сигналы генерируются, откуда и как они получаются, а я очень надеюсь, что, по крайней мере, кто-нибудь это сегодня поймёт, то мы, в общем, узнаем довольно много о том, как работает наш мозг. Разговор о мозге. В общем, я про историю сегодня разговаривать, рассказывать не буду, хотя она интересная, там, наверное, много можно чего рассказать. Но вот несколько персонажей всё-таки упомянуть нужно. И, собственно, вот самый главный персонаж, который необходимо, мне кажется, упоминать в любой вводной версии по нейробиологии, это Сантьяго Рамон Каза. Это великий, самый великий нейробиолог всех времён народа, основатель нейробиологов. Пославился он, ну, то есть, немного чем пославился, но его, как правило, он знаком людям вот по таким картинкам. Это его зарисовки нейронов из разных областей мозга. Вот здесь вот нейрон мужичка. Нейрон мужичка. Этот человек, он изначально вообще хотел учиться на художника, но для того, чтобы он учится рисовать, мне там с отцом выкакивали какие-то скелеты, старые склады, он рисовал эти кости, ему стал интересен в анатомии, он переключился на анатомию. И стал величайшим анатомом. Он предсказал очень большую часть того, что сейчас известно нейробиологам, причём многие из его предсказаний подтвердились успешно только через много десятков, через пол-лет, через полвека. Я не буду говорить, рассказывать сейчас обо всём, что он придумал, но я постараюсь, если я не буду забывать, вот если мы сегодня с вами о чём мы не будем, я буду упоминать что-нибудь, о чём Рамон Атахал писал. Вот уже и что он предполагал, и что он утвердил, и вы говорите, это ещё когда-то говорил Рамон Атахал. Такая фраза встречается в доброй половине статей по нейробиологии. Так вот, Рамон Атахал работал, он изучал срезы мозга, красил их с помощью, способом, который изобрёл другой пилетий, анатом Камила Бойльджи, его имя вам знакомо по одноимённому аппарату, который в клетке есть. Бойльджи придумал, как красить нейроны с помощью серебра, а Атахал научился это делать очень-очень хорошо. И Атахал увидел такие штуки и понял, что это нейроны, что это отдельные клетки. До Атахала было неизвестно, что мозг состоит из нейронов. В принципе, уже тогда, конечно, теория существовала, знали, что организм состоит из клеток, но про мозг это было непонятно, потому что мозг выглядит как каша. Это там какие-то вот эти вот множество разных веточек, где они заканчиваются, где они начинаются совершенно непонятные. В общем, люди, включая Бойльджи, кстати говоря, считали, что в мозге как раз нет промежутков между клеток, что мозг это такая единая сеть, где все эти отростки связаны друг с другом. Единую такую сеть, и сигналы как-то там по этой сетке туда-обратно ходят. Атахал догадался сделать препаратами из взрослых животных, а из маленьких, молодых, где нейрончики еще не успели отрастить длинные отростки, и нашел, увидел, что эти отростки в какой-то момент кончались. И он таких нейрончиков довольно много нарисовал, довольно много сделал выводов из того, что он увидел. Что же такое нейрон? Ну, теперь мы с вами все мы, там все вы знаете, наверняка знаете, что мозг состоит из-за нейронов, которые называются нейронами. Слово нейронов вёл Роман Акхал. Из чего состоит нейрон? У нейронов нет, есть некий стандартный план строения. Он включает в себя тело нейронов, или словом, в котором есть ядро, как любые нормальные клетки, и все остальные тоннеллы, ниже, толстые. А кроме того, у нейронов есть длиннющие отростки. И вот наличие таких длинных отростков, замысловатой формы, это одно из двух важных, одно из двух важнейших отличий нейронов от любых других клеток. Таких отростков, как у нейронов, больше ни в каких клетках наших нет. Отростки нейронов достигают, ну вот, у нас с вами могут достигать длины, ну вот, посчитайте, от спины, от позвоночника до кончика пальца, ну метр больше. Это одна клеточка с длиннющим-длиннющим отростком, а у жирафа этого длины. Вот. Отростки, при этом, давай правда, есть отростки, которые называются дендериты. Как правило, они потоньше, как правило, они более редвистые, поэтому и название дендерита. Слово «дендерит». Еще у нейронов, как правило, есть длинный, толстый отросток, который называется аксон. На вид вообще-то эти отростки, ну вот в таком вот изображении мы их легко можем отличить, но вообще бывает, что и дендериты выглядят как аксоны, и аксоны выглядят как дендериты, и аксонов бывает несколько, и дендериты бывают, и дендерит бывает один в начале, по крайней мере, когда он из тела нейрона выходит. Важно то, что они различаются функционально. Сигнал идет по нейрону в одном направлении. Ну, надо учитывать, что на самом деле, как обычно, все не только, что все такие лекции, они с некоторыми упрощениями рассказываются. Но в общем и целом сигнал идет по нейрону в одном направлении. Он идет от дендерита через тело нейрона и по аксону. И это предположил Рамон Акохал тоже, не обладая никакими. Сигнал идет от дендерита к аксону, и в одном направлении это предположил Рамон Акохал, в общем, не имея ничего, кроме препаратов, зафиксированных, потрошенных. Это вот общий такой план строения, но реально это может выглядеть очень по-разному. Вот бывают, например, такие нейрончики, которые называются униполярные, они довольно часто встречаются у беспозвоночных, у которых вообще один отросток выходит из тела, а уже потом делится на дендрита, аксон. Вот такие бывают нейрончики неполярные. У нас такие есть чувствительные нейроны, у которых длинные и дендрит, и толстые, и короткие, как сон. Бывают нейроны вот с таким вот разветвленным ужасно дендритным деревом, где может быть до 40 таких веток с огромным количеством, основные с огромным количеством вот таких разветвлений, на которые оканчивается окончание до 100 тысяч других нейронов. У нас есть такие нейроны с вами в Можечке, например. Короче, они самые разные, но вот общий план строения у них там синусы. Нейроны друг с другом соединяются с помощью структур, которые называются синусы. То есть нейроны, вот эти вот отростки, они не переходят в полотна один к другу, а дендрит одного, в смысле аксон одного нейрона подходит к дендриту другого нейрона, и вот так вот они друг рядом с другом, у них формируется вот такая структурка. Между вот этими вот двумя частями, как правило, бывает щель, она называется синаптическая щель. И сигнал каким-то удивительным образом проходит от одного нейрона через синус, через эту щель к другой нейрон. Вот то, что находится до щели, называется пресинаптическое окончание, потому что она до синаптиза. А то, что находится после щели, называется постсинаптическое окончание, потому что она после синаптиза. Это тоже предсказал Рамон Агахал, хотя на самом деле синаптическую щель увидели потом по-настоящему только в электронном микроскопе, там в 50-х годах, и вообще долго были всякие битвы, по-моему, оттого и бывают синаптизы, как устроен синаптиз. Рамон Агахал предсказал это правильно. Сейчас уже можно не рисовать, не зарисовывать туши эти нейрончики, а просто окрашивать их современно. Смотреть современные микроскопы, вот здесь вот я, здесь у меня очень хорошо сейчас видно, тоже светло. Вот это фотографии настоящих нейронов. Вот такие нигде очень красивые, такие вот чувствительные нейроны, которые вообще не видят. Вот такие нейрончики, видите, здесь вообще непонятные, где здесь аксол, где здесь дедрит. Немножечко, если отвлечься, поскольку у нейронов такие длинные-длинные отростки, возникает вопрос, а как они, собственно, вот так формируется связь, когда растет эмбриот зародыш какой-нибудь животного или нас с вами. Нейроны возникают не с самого начала, и к тому времени, когда вот эти вот отростки, аксоны, дендриты, они должны связаться с какими-нибудь органами, которые они иннервируют. В то время эти органы могут находиться от них уже довольно далеко. Соответственно, этому отростку нужно как-то прорасти и найти сквозь все тело, прорасти и найти вот то место, куда он, собственно, должен сформировать свой синапс. Вот здесь вот так, в мобик, вот здесь показано, как тут происходит, этот отбивающийся малек рыбки, донюры. Вот здесь тоже не очень рожили, но вот здесь вот его тело, туда вот идет хвост, и видно, как растут новые отростки. Вот это вот, например, растет из головы у него отростки чувствительных нейронов средней. Такой чувствительный орган есть тоже. Вот здесь оказывается, и в общем, это довольно интересная наука, изучать, каким образом происходит этот вот поиск пути. Оказалось, что существует масса специальных механизмов, вот когда отросток этот новый растет, он вот так вот у него на конце, есть такой конус рост, с такими филоподиями. Он этим конусом рост, этим филоподиями, вот так вот ощупывает клеточки, ощупывает пространство, по которому растет. Там есть специальные белки, рецепторы, которые улавливают сигналы. Сигналы могут притягивающими и отталкивающими. Если вот этот вот конус роста, если этот отросток он растет, и туда попадает сигнал, который его притягивает, он начинает расти в сторону этого притягивающего сигнала. А если он вдруг куда-то дорастает, а там начинает другой сигнал его отталкивать, он это чувствует своими филоподиями, поворачивает, и начинает расти в другую сторону. И оказывается, что вот этот вот развивающийся наш организм, он размечен как какими-то там, не знаю, светофорами и регулировщиками, вот этими самыми сигналами, которые стрелочниками, скорее правильная ассоциация, которые переключают стрелки, как на железной дороге, чтобы вот этот вот нужный вот этот вот поезд, он попал в свое, по месту своего назначения. Это тоже предсказал Рома. Опять-таки, немножечко отключемся от нейронов. Кроме нейронов, у нас в мозге есть другие клетки, которые тоже очень важны, хотя они играют с помогать силами народа. Это клетки ГВИ, так называемые, реальные клетки. Наверняка большинство из вас это слово слышали. Это клетки, которые помогают нейронам выполнять их функции. Основные типы, вот их на самом деле, много довольно разных. Я здесь не все указал. Но основные типы, это клетки, они называются астроциты, вот такие, вот такие они звездчатые, поэтому так и называются астроциты. Есть тоже много отростков, но не таких, далеко не таких, но так и нейронов. Астроциты, они выполняют огромное количество разных функций по поддержке жизнедеятельности нейронов. Они их кормят, они их защищают от всяких напастей и делают кучу еще всего. В частности, они формируют так называемые гематоэнцефорические барьеры. Это же когда-нибудь об этом. Это благодаря астроцитам к нам в мозг и к нейронам большая часть всяких веществ, которые у нас могут циркулировать по кругу и попадать во все остальные органы, вот к нам в мозг все эти вещества не попадают, потому что нечего в мозге, в самый ценный наш орган выпускать не вещество. Все, что попадает в мозг, должно пройти через этот самый барьер, подвергнуться отбору, что-то проходит, что-то не проходит. Вот этим тоже занимается астроцит. А еще есть так называемые клетки швана, бывают похожие клетки, они называются ариботендроцит, это неважно, это клетки, которые формируют миелиновую оболочку. Слышали, когда миелиновую оболочку? Это вот такие плоские клетки, которые вот так контролуют туалетные бумаги, они обматываются вокруг аксонов, вот, вот каждая вот такая сосиска здесь, это одна такая клетка. Раз, два, три, четыре, пять. В нем есть промежуточки, промежуточки называются перехваты ранги. Вот. Но это настоящая клетка, хоть она такая плоская, вот в нем есть ядро, вот, но она вот так вот обмотана. Для чего она нужна, я потом расскажу. Просто запомните, что она здесь. Да, и второй и последний, собственно, экскурс в истории, который я сделаю, о выборе объектов. Собственно, вот я сейчас рассказал, как нейроны выглядят, что в них замечательного, вот, про первое их замечательное свойство, про то, что они витрятся. Витрятся, у них есть длинные, длинные, разнообразные отрасли. У них есть второе свойство, еще более важное. Они проводят сигналы. А что такое сигналы, которые проводят нейроны? Наверное, все слышат, что это электрический сигнал, да? Ну, что значит электрический? Такой же это сигнал, как вот проходит у нас по проводам, когда мы включаем свет. Это не такой сигнал. И то, что это не такой сигнал, стало известно еще в 19 веке, когда впервые померили скорость проведения этого сигнала. Вот вы знаете, с такой скоростью сигнал идет по электрическим проводкам? Скорость света. Абсолютно верно. Ну, тогда вы не знали еще, что это скорость света, но знали, что это происходит мгновенно. Поверьте, было тогда еще нельзя. Вот. И, собственно, ожидали, поскольку было известно, что, в общем, уже до этого было известно, что по нервам, а что такое нерв, кстати, вы знаете? Нерв. Нерв это пучки аксонов или дендритов, пучки нервных отростков. Вот когда у нас, вот у нас по телу, по нашим нервным отросткам не по одному идут, они собираются в толстые нервы, где по многу, десятков, сотен или тысяч этих самых отростков идут вместе, они снаружи, у него, у этого нерва, есть своя там оболочка еще какая-то. Вот сигнал по... По мере, с какой скоростью идет сигнал по нерву, и с удивлением обнаружили, что сигнал по нерву идет удивительно медленнее. Сигнал по нерву идет со скоростью где-то там, ну вот тогда намерили порядка 30 метров в секунду. По сравнению с 300 километрами в секунду, с 300 тысяч километров в секунду, с которыми идет сигнал по проводам, это ничто. То есть стало понятно, что вроде бы это электрический сигнал, а вроде бы он какой-то странный. но как он устроен, никто на самом деле не понимал, и понятно почему. Потому что для того, чтобы понять, как устроен этот сигнал, нужно было научиться регистрировать электрическую активность внутри клетки, внутри нейрона, внутри аксона. А как можно регистрировать электрическую активность или управлять ей внутри клетки? Для этого нужно взять электрод. Знаете, что такое электрод? Ну, какую-нибудь там проволочку или чего-нибудь, что проводит ток, да? Вогнуть ее внутрь клетки, внутрь аксона, а второй такой же электрод оставить снаружи и померить, что идет, например, между ними ток. А если идет, то как он идет, от чего он зависит, как его можно изменить. Ну, в общем, для того, чтобы начать изучать электрические свойства в нейрных клетках, необходимо было научиться в них внутрь аккуратно втыкать вот такие электроды, чтобы их не повредить, чтобы можно было с ними работать. А нервные клетки очень маленькие. И аксончики у них очень тоже маленькие. Вот наши, например, с вами аксоны, у них диаметр, ну, там, порядка одной тысячной миллиметр. И в начале 20-го века, в первой половине 20-го века не было инструмента, с помощью которых можно было бы сделать вот такие тоненькие электроды, чтобы их туда возникли. Ну, не умеют, может быть, инструменты были, но не умеют. Но удача пришла с неожиданной стороны. Был такой анатом английский, зоолог Джон Янг, который занимался кальмарами и, наверное, чем-нибудь еще, в общем, какой-то не очень нужный никому наукой зоологической. И он, вдруг случайно обнаружил, что у кальмара в некоторых его нервах есть гигантский аксон. Вот если диаметр нашего аксона один микрон, это одна тысячная миллиметра, то диаметр вот такого гигантского аксона у кальмара может быть один-два миллиметра. В тысячу раз больше. А этого довольно много. То есть, это уже доступно для всяких манипуляций. Но этот Янг, он был зоолог, он-то сам этим заниматься не собирался. Он понял, что такая штука может быть ценной для физиологов. И он своему знакомому физиологу Хоршкину советовал попробовать с этим лобозиться. И Хоршкину со своим учеником Хаксли взяли такой нейрончик, такой аксон. О, за работой. Спасибо. И воткнули в него электрод. И с этого началась современная нейробиология с того, что, собственно, у исследователей появилась возможность изучать электрические сигналы, которые проходят по нейронам, которые не видят нейроны, изучать их непосредственно. Вот так выглядит гигантский аксон кальмара. Он находится внутри нервов, и с ним еще находится много обычных аксонов. Ну, как обычных, это тоже очень большие аксоны. Но вот это аксон гигантский даже в сравнении с ним. А вот это первый зарегистрированный импульс в нейроне, который называется потенциал действия. Лего сейчас еще поговорим. А вот, собственно, вот эта фотография вот этого электрода, который находится внутри аксон гигантского. А дальше мы поговорим с теперь уже наконец, мы подошли к тому, как генерируются вот эти вот самые импульсы, электрические импульсы, которыми наши нервные клетки общаются друг с другом, с помощью которых они управляют нашим телом.